Девочки и мальчики, всем добрый вечер! Как вы видите, Алина опять заказала что-то с iHerb. 22 июня вечером я решила, что пора мне делать новый заказ на iHerb. Причем решение было очень спонтанным. У меня была возможность заказать несколько товаров. Конечно, когда я захожу на iHerb, мне хочется заказать много разных вещей для волоса, для кожи и, возможно, каких-то вкусняшек из категории продуктов питания. Но так как финансы не безразмерные, приходится себя немножечко ограничивать. Итак, что необычно в моей посылке? Во-первых, здесь только новые товары. Не то чтобы эти товары только появились на iHerb, а возможно, они уже там есть год или больше, но для меня это новый товар. Если вы следите за моими видео, вы знаете, что у меня есть такая привычка. Я из посылки в посылку могу заказывать те товары, которые я заказывала еще в 2011-2012 году, потому что я их очень люблю. Например, кокосовое масло, либо маски с фруктовыми кислотами, либо салициловый пилинг. Но я понимаю, что нужно иногда знакомиться с новыми товарами для того, чтобы находить новые фавориты, а зацикливаться на своих любимых товарах иногда плохо. Поэтому в этой посылке принципиально я заказала исключительно новые товары, которые я еще не пробовала и не тестировала. Есть одно исключение. Если вы смотрели мое, кажется, позапрошлое видео про iHerb, я показывала очень крутой серум для кончиков волос с грейпфрутом. Я бы заказала его с удовольствием в этой посылке, но на iHerb его больше нету, к сожалению. А на других сайтах он представлен в очень ограниченном количестве, и цена его слишком велика. Поэтому мне пришлось выбрать альтернативу, но про эту альтернативу я расскажу немножечко позже. Кстати, эта посылка, она пришла очень быстро. Я живу в Украине, способ доставки выбирала через Боксбери. Если вы не в курсе, то, например, в моем городе Боксбери, видимо, как-то сотрудничает с новой почтой, потому что я получаю вот эти вот посылки Боксбери, которые я заказываю в ближайшем отделении новой почты. Я считаю, что это очень удобно, причем за доставку я ничего не плачу, я плачу доставку только при оформлении моего заказа. Посылку я заказала 22 июня, а уже 29 июня я ее получила в Хмельницком, причем 27 июня iHerb был уже в Украине. Считаю, что 7 дней это очень быстрая доставка, и это очень круто, потому что когда я оформляла заказ, мне сайт подсказывал, что я смогу получить посылку со 2 по 10 июля. И это такая скорость, это огромный плюс. Итак, первый товар это шампунь для поврежденных волос, для поврежденных волос средствами укладки. У него прекрасный кокосовый запах. Это небольшой шампунь, он стоит 1 доллар 80 центов. В состав его входит черника и кокосовое молоко или молочко, не знаю, как правильно перевести слово, именно в контексте шампуня. Достаточно необычное средство для меня, потому что я очень люблю кокосовое масло для волос, но я никогда не покупала шампунь с кокосовым молочком. Поэтому буду пробовать и буду рассказывать вам о своих впечатлениях. Дальше. Второе средство, наверное, самое ожидаемое в этой посылке, это пилинг, гель пилинг для лица с лимоном и, внимание, газировкой. Корейское средство. Тут много чего написано, но так как я корейского не знаю, мне придется все это изучать на сайте iHerb еще раз. Там не сказано, кстати, сколько времени необходимо держать этот пилинг на лице. Сказано, что необходимо умыться, все тщательно потом смыть водичкой и ждать результата. Думаю, судя по отзывам, средство пользуется очень большой популярностью для тех, у кого жирная кожа, потому что помогает предотвращать избыточную выработку кожного сала. Итак, буду тестировать, возможно, даже для вас сделаю тест-драйв, если это будет кому-то интересно. Этот пилинг очень хорошо очищает кожу, очищает поры и увлажняет и успокаивает кожу. Я думаю, что я уже сегодня вечером буду первый раз тестировать это средство. Кстати, если вы беспокоитесь за упаковку, то оно пришло ко мне все обмотанное пленкой очень хорошо. Дальше. В моей посылочке еще есть две губки TECO Tools. С TECO Tools я очень давно знакома, люблю эти спонжики, но вот именно такие зеленые я еще не покупала. Стоят они 2 доллара 50 центов. Если вы наносите глиняные маски, либо вообще используете часто маски для лица, это очень крутое средство, которое вы должны купить, потому что так как маска смывается при помощи этих спонжиков, она не смывается при помощи ничего другого. Когда я, помню, где-то лет 5 назад первый раз покупала себе вот эти спонжики с iHerb, я вначале думала, что мне они не понадобятся, но потом, когда я распробовала этот товар, я покупала его достаточно часто. Кстати, их можно использовать достаточно долго, не думайте, что это спонжики на один раз. Просто после каждой маски вы должны очень хорошо вымыть и высушить, и тогда можете использовать их достаточно долго. В моей посылке только одно средство с декоративной косметики, это золотистый гелеобразный тени эльф. Я очень редко использую тени, потому что, честно, я не поклонник такого очень многослойного макияжа. Для меня достаточно подводки, туши, тонального крема, блеска или помады. Я считаю, что это достаточно много. Но иногда хочется сделать какой-то красивый вечерний макияж. Вот вы можете посмотреть, как выглядят эти тени. Я считаю, что они очень красивые и необычные. Когда-то... Почему я вообще решила заказать эти тени эльф? Я не могу сказать, что я читала какие-то хорошие отзывы о них, но у меня была, даже сейчас есть, огромная палетка от эльф. Это, пожалуй, моя первая большая палетка, вы ее уже могли видеть в моих видео. И мне очень понравились тогда золотистые тени. Я слышала просто множество комплиментов от знакомых, которые говорили, что моим серо-зеленым глазам очень идет золотистый цвет. Поэтому я решила заказать еще раз вот такие вот золотистые тени, представленные в одном цвете, потому что у меня достаточно еще косметической декоративной продукции. И считаю, что не нужно штамповать палетки и не использовать их. Итак, дальше. Я заказала лечебное мыло для кожи, которое очень хорошо очищает и успокаивает жирную кожу. Знаете, до сих пор встречаю людей, которые, я не знаю, даже раздают какие-то советы обладателей нормальной или сухой кожи, которая не подвержена к избыточному выделению кожного сала, которые дают достаточно странные советы. Например, можно купить обычное мыло, и кожа перестанет блестеть так жирно, после, например, достаточно длинного рабочего дня. На самом деле жирная кожа – это наследственность, и человек сможет смягчить только некоторые проявления, вот каких-то нюансов. Но нужно очень хорошо следить за своим питанием, за образом жизни, за стрессами и, главное, использовать правильную косметику. Я читала хорошие отзывы про это мыло, и так как у меня постоянно достаточно дорогие средства для умывания, вот это мыло за 2 доллара 62 цента я просто считаю каплей в море. Его еще не распечатывала, поэтому ничего не могу вам сказать про его запах, но более детальный обзор уже буду делать позже. Кто-то пишет, что это очень хорошее средство, кто-то пишет, что оно ничего не решает и не особо помогает. На самом деле, для того, чтобы видеть эффект, когда вы ухаживаете за жирной, чувствительной или проблемной кожей, необходимо использовать очень много средств в комплексе и очень многое менять. Поэтому правильный выбор средств для умывания – это может быть просто какая-то небольшая частичка вашего успеха. И еще одно средство, которое я вам хочу показать, на которое я возлагаю много надежд – это средство для кончиков волос, которое предотвращает их ломкость сечения с авокадо и оливковым маслом. Я очень любила свое предыдущее средство, у которого там осталось достаточно небольшое количество. Вы помните Грейпфрут Детокс, о котором я снимала много видео и показывала вам. К сожалению, iHerb его снял с производства. Не знаю, будет оно еще на iHerb или не будет, но я не хочу делать какой-то перерыв в использовании вот этих средств для кончиков волос, потому что благодаря грамотному подходу я смогла отрастить волосы. Знаете, у меня никогда не было какой-то проблемы именно со скоростью роста волос, и кокосовое масло это просто усиливало. Но когда волосы достигали определенной длины, они начинали ломаться. И благодаря средствам iHerb, вот именно такого плана средствам, разным серумам для кончиков волос и прочим кокосовым маслом, волосы перестали сечься после того, как они становились, точнее, дорастали до уровня плеч. Поэтому я стараюсь покупать новые средства. Я знаю, что вот именно про это средство очень много хороших отзывов. Кстати, авокадо и зелененькое средство с авокадо и оливковым маслом, оно не единственное из этой серии. Там еще, кажется, есть 4 или 5 других бутылочек с разными ароматами и огромным просто количеством разных свойств и особенностей, которые вы можете прочитать на сайте iHerb. Я первый раз использовала это средство для кончиков волос сегодня. Мне понравился его запах, ненавязчивый, освежающий. О чем-то еще говорить рано, а если оно мне вдруг не поможет, то я буду просто искать грейпфрут детокс на других сайтах и покупать. Опять для того, чтобы продолжать правильный уход за волосами. Девочки и мальчики, и уже в завершении своего видео я хочу поделиться небольшим секретом. Если вы делаете свой первый заказ на iHerb, вы можете ввести реферальный код. Я оставлю свой реферальный код внизу под этим видео. Также сможете его сейчас увидеть у себя на экране. Для чего реферальный код нужен? Он вводится внизу под корзиной, которую вы сформировали. Реферальный код позволяет вам сэкономить примерно 5 долларов, иногда больше, на первой покупке. Я помню время, когда я делала свой первый заказ на iHerb. И кажется, сумма заказа составляла 20 долларов. При этом я воспользовалась чьим-то реферальным кодом. Мне это позволило сэкономить 5 долларов, и для меня это сделало по году, потому что тогда потратить 20 долларов на покупки для меня это было чем-то достаточно смелым шагом. Это был 2011 год. Если для вас 5 долларов играет роль, вы, кстати, на эту сумму вполне можете заказать один или два товара с iHerb, я вам советую все-таки воспользоваться реферальным кодом для того, чтобы сэкономить. Спасибо всем за внимание. Ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и вскоре я буду делать тест-драйвы каждого из этих средств. Субтитры сделал DimaTorzok